Привет! Ты попал на пятую встречу культа. Надеюсь, про лайк ты уже вспомнил. Ну а мы начинаем. 90-е годы. У всех разная ассоциация с этим временем. Алия, например, точно знает, какая одежда тогда была. И сейчас расскажет об этом. С 24 марта в кинотеатрах Казани покажут фильм «Брат» и «Брат-2». Давайте попробуем повторить образы из фильма в 90-х. Зачем, спросите вы? Ведь это уже устарело. А я скажу вам, что мода циклична. 90-е – время крайностей и контрастов. Пока одни обучались, чем сочетать платья Прада, другие слушали на кухнях «Сплин» и кино. Портреты рокера в фильмах абсолютно аутентичны. Они носят безразмерные косухи и серые свитеры из секонд-хендов. Сейчас такой концепции гардероба, что нашли то и на деле, придерживается Витмо и устраивает бунт против правил. Не обошлось и без упоминания Виктора Цоя – символа эпохи перемен и борьбы за свободу. Портреты музыканта возникли на футболках и худи. Комфорт, свобода и динамика – главные ценности для потребителей модной индустрии 90-х годов. Исторически в России непростые отношения с вещами оверсайз. Мешковато, не по размеру, но в 90-е люди еще прекрасно себя чувствовали в вязаных свитерах со спущенными плечами. Сейчас такие вещи снова в моде. Впрочем, если порыться дома в шкафу, к удивлению, можно выудить из него нечто похожее, совершенно бесплатно. Получается, не обязательно покупать что-то новое и дорогое, чтобы быть стильными. Ведь все новое – это хорошо забытое старое. Все только начинается. Все только начинается. Знаете, я всегда путала фильм «Унесенные ветром» и мультфильм «Унесенные призраками» из-за похожих названий. Но вот Настя никогда не ошибется. И она готова поделиться с вами знаниями о творчестве великого аниматора. С 19 марта в кинотеатрах Казани стартуют показы фильмов японского аниматора Хаяо Миязаки. Знаете, сразу выясникает вопрос – а все ли его знают? Давайте сегодня разберем творчество режиссера и вспомним его известные работы. Думаю, даже самый далекий человек от анимации хоть раз краем уха мог услышать такие шедевры, как «Унесенные призраками», «Мой сосед доктора», «Ходячий замок» или же «Ведьмая служба доставки». И я перечислила еще не все мультфильмы. Хаяо Миязаки – талантливый человек. С детства он увлекался мангой и даже мечтал стать мангакой. Но, пожалуй, главное событие в его жизни и дальнейший его нелегкий путь начался после просмотра фильма «Легенда о белой змее». Тогда он окончательно решил, что хочет стать аниматором. Что касается его работ, то в каждый мультфильм режиссер вкладывал личные эмоции и переживания. Например, тема «Человечество обязана заботиться о природе», показана в Навсека из «Долины ветров» или же в «Принцессе Мононоке». Также тема «Следуй за мечтой и занимайся своим любимым делом», показана в «Небесном замке Лапута» или же «Ветер крепчает». И темы всегда очень разные и обширные. По этому поводу мне, как истинному фанату, получилось приобрести книгу «Волшебные миры» Хаяо Миязаки. И, погрузившись в атмосферу чтения, я узнала много интересных и тайных приемов. Те самые разборы мультфильмов, в которых заложено так много идей и смысла. Его работы идут сквозь время, и они всегда будут актуальны. Ведь, как говорил сам режиссер, жизнь — свет, который сияет в отеле. Вы когда-нибудь задумывались об архитектуре? А что будет, если объединить дегустацию десертов и историю здания? Впрочем, сейчас сами все увидите в сюжете Адели. Я искренне рада вас сегодня, всех лицезреть. Я очень рада, что вы посвятили этот вечер и доверились нам. Культура и еда. С таким удивительным сочетанием можно познакомиться в театральном буфете, где проходит дегустация с экскурсией. Здесь можно встретить фанатов творческого приготовления блюд и просто любителей экскурсий. Давайте же познакомимся с внутренней кухней и посмотрим, как все проходит. Мероприятие началось с дегустации новой коллекции десертов и фирменных ягодных настоек. Бранд-шеф Аделина Сыбулина рассказала участникам о тонкостях кондитерского искусства, об ингредиентах, использующихся в работе и о том, как создается каждое пирожное. На дегустации можно было попробовать десерт зимняя вишня, лайм-базилик и кекс с клюквой. Буду давать вам время на садиться эстетикой, эстетикой вида и развеса. Именно так проходит дегустация. За стол садятся гости и каждому предоставляется тарелка с десертами и настойками. И думаю, что это не только выглядит красиво, но еще и очень вкусно. Наш буфет располагается в атмосферном особняке, поэтому мы решили совместить не только дегустацию десертов, но и рассказать жителям нашего города о прекрасном месте, где жила раньше семья Бутлеровых и семья Арсаковых. Мы закончили с дегустационной частью и сейчас будет экскурсия по особняку. Здание очень старинное, поэтому, думаю, будет много интересной информации. Так, экскурсионная часть дала возможность гостям погрузиться в эпоху 19 века и узнать о жителях особняка. Он принадлежал семье Аксаковых, а 20 лет назад на этом месте располагалась аптека. Профессиональный экскурсовод не только рассказала про Аксаковых и Бутлеровых, но и показала полностью само здание, начиная с верхних этажей и заканчивая подвальными помещениями и закрытыми комнатами. На самом деле этот особняк, он очень многогранный, и здесь можно проводить различное количество экскурсий, тематических. И вот экскурсию, которую мы одну из первых запустили, это такая обзорная прогулка по особняку. Культура через еду. Таков слоган дегустации с экскурсией. Каждый, кто хочет совместить приятное с полезным, может посетить мероприятие. Тему просвещения фотографии в одном лице продолжает Полина. Посмотрим, о чем она расскажет в этом сюжете. Думаете, оригинальные, красивые и стильные фотографии можно сделать только на пляжах экзотических стран? Вовсе нет. Выставка «Бубновый валет» в Государственном музее изобразительных искусств Республики Татарстан тому пример. Общество художников «Бубновый валет» — русская художественная группа, самое крупное творческое объединение раннего авангарда, существовавшее с 1911 по 1917 год. К «Бубновому валету» относятся имена Машкова, Кончаловского, Куприна, Лентулова, Фалька, Лорионова. Также после долгих зарубежных гастролей займет свое место в экспозиции знаменитый «Аэроплан над поездом» Наталья Гончаровой. Чем не повод сделать пару фоток. Кроме того, на экспозиции представлены скульптуры весьма интересного характера, которые точно разнообразят вашу ленту. Как видите, крутые фотолокации можно найти без особых проблем. Если знать, где искать? Хей, ты досмотрел выпуск до конца и могу предположить, раз ты здесь, он тебе понравился. Поделись им с друзьями, нам будет приятно. А с тобой была Анастасия Афонина. До встречи через неделю.